Восстановление собора Александра Невского началось еще несколько лет назад. Храм – точная копия здания, возведенного на этом самом месте в XIX веке. Спустя 108 лет самая большая святыня города была взорвана. До наших дней дошли лишь чертежи, остатки бутового фундамента и закладной камень, датированный 23 октября 1822. Художественная утонченность, торжественная парадность, монументальность и обилие элементов декора. Собор построен в стиле ампир. Сейчас здесь остается сделать внутреннюю отделку, благоустроить территорию, место по-настоящему священное. Финансовую поддержку регулярно оказывают Минобороны и председатель правления Беларусьбанк. Для Виктора Ананича эти места личные. Каждый год он приезжает сюда, возлагает цветы к мемориальному комплексу памяти жертвам фашизма. В годы Великой Отечественной на территории крепости был концлагерь, куда попала его мама. Будучи подростком, 15 лет ей было, немцы взяли в деревне, жителей деревни, молодежь, и привезли вот в этот лагерь, где мы сейчас находимся. Она мне рассказывала всю эту историю. Были, конечно, ужасные годы. Что делали здесь? Это просто не писать словами. Благоустройство территории ведется и на участке монастыря святых жен мироносец. В знак памяти и дружбы здесь высаживают аллею фруктовых деревьев. Сюда частенько приезжают паломники из Сербии, Греции и Грузии. Совсем скоро они смогут прикоснуться не только к святыням, но и насладиться плодами яблок и слив. Мы очень благодарны руководству города, что они проявляют к нам внимание, помогают нам творить это доброе дело и возрождать эту святыню. В планах матушки Пороскевы превратить территорию обители святых жен мироносец в целостный архитектурный ансамбль с монашеским корпусом и несколькими мастерскими. Предполагается здесь и духовно-просветительский центр. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.